доброго времени суток друзья приветствую всех на канале rzon game сегодня мы с вами посетим один из серверов который расположен на мультиигровой платформе рейдж mp соответственно построенный данный проект на базе игры gta 5 называется он xrp ну и уже самом начале на стадии меню персонализации можно угадать что за основу данный проект взял сборку redage но здесь очень много всевозможных но забегая вперед скажу что в общем в общих чертах мне данный проект очень понравился понравился он не тем а в общем то давайте вот об этом и будем говорить по ходу данного видеоролика чем же понравился мне этот проект ну и может быть понравится вам разберем все как говорится по косточкам давайте будем заходить ну и вот уже зайдя на сам проект мы можем увидеть что выбрана нестандартная точка появления новичка на нового игрока эта точка находится в палета бэй возле какой-то церкви сразу же перед нами располагается . аренды транспорта но вот тут опять начинается но этих но будет очень много по ходу этого ролика так как проект очень и очень не необычный несмотря на то что это казалось бы простая сборка redage которая взята за основу но данный проект отличается и он мне знаете напоминает некую американскую рождественскую индейку которую на фаршировывают чем попало и вот так же этот проект казалось бы чего здесь ждать да мы уже по первоначальному меню могли бы понять что это обычный redage но нет ее действительно фаршировали таким образом что но но это наверное мне так кажется что лучшая сборка на базе сборки redage но давайте рассматривать все по порядку вот я затронул тему с арендным транспортом арендного транспорта точек аренды транспорта здесь дохренище причем есть одна удивительная штучка на каждая аренда транспорта каждая точка отличается другой потому что на одной точке стоят какие-то определенные машинки на другой стоят мопеды на 3 стоят мотоциклы где-то стоит старый транспорт где-то стоят джипы в общем каждая точка аренды она отличается по своему модельному ряду но вот как я говорил будет очень много но но вы не найдете ни одной арендной точки вы не можете на нее наткнуться абсолютно случайно не по телефону не через карту не через планшет который здесь тоже есть вы не найдете арендного транспорта их дохрена они интересны но найти их практически невозможно но на этой стадии опять подключается то самое но но когда вы заходите на проект вам дают подъемных денег дают вам 10 миллионов подъемных денег этого хватит на приобретение простецкого жилья и простецкой машины то есть точки аренды нас больше в принципе и не интересуют нам дают денег для того чтобы мы могли себе купить какое-то жилье и купить какую-то машинку ну а там все зависит от вас хотите что-то подороже хотите что-то подешевле чтобы сэкономить вот опять как я сказал будет вот таких противоречий огромное количество казалось бы да вот я только что затрону аренду транспорта но вот здесь так сделано что аренда транспорта вам принципе уже и не нужно то есть я не воспользовался ей больше ни разу кроме вот первого раза вот на этом драндулетик я покатался следующее что мне бросилось в глаза это мое мнение поэтому это вообще не факт но мне показалось вот видите опять но мне показалось что разработчик данного проекта какое-то имеет отношение к проектам на базе игры арма 3 потому что здесь есть добыча ресурсов есть продажа кирки продажа лопаты есть блокпосты которые я ненавижу в армии есть универмаг ну и в общем то по ходу этого ролика вы наверно тоже поймете что человек пытался сделать некий симбиоз между gta 5 и арма 3 ну давайте все это будем потихонечку рассматривать первым делом надо положить часть этих подъемных денег на банковский счет чтобы что-нибудь не случилось мало ли я разобьюсь или еще что-нибудь переключится поэтому какую-то часть надо сразу положить далее как раз таки вот я и подъехал к тому самому универмагу который я говорил да универмаги распространены на в игре арма 3 но и здесь тоже есть универмаг хотя не на одном проекте gta 5 я не видел универмагов здесь продается как и в армии инструмент правда здесь еще есть добавленные элементы там какие пакетики и вот например автосалфетки в которых я не разобрался зачем они нужны не знаю ну а инструмент понятно для чего для добычи ресурсов следующее что опять же такие отсылка к армии да это как вы видите квадроцикл это вообще армовская тема и тот же my life если вспомнить да там мы начинаем и чуть ли не половину игры проводим на этом квадроцикле ну и вообще начальная техника в игре арма 3 это вот как раз квадроцикл сейчас к счастью уже отходят от этого ну а раньше это было очень популярно по пути до следующего объекта заскочим в магазин кстати заметьте нету дверей в магазинах нету дверей но тоже такая вот интересная штучка магазин выглядит вот таким вот образом в общем то все достойно и красиво но вот опять есть но все что я покупал а покупал я в этих магазинах наверное раз 10-15 после перезахода все исчезает вот вышли из игры зашли все что вы купили на хрен исчезает я даже об этом разговаривал с администрацией но ничего толком я в общем то не услышал в общем то приходится все время покупать одно и то же постоянно я тут покупал и фонарики еду но все это у меня пропало всегда пропадает когда вы выходите из игры заходите по новой все к сожалению пропадает ну а мы движемся к следующему объекту который на мой взгляд тоже некий отсыл к арма 3 роли play это блокпосты но здесь есть такое двоякое чувство потому что карта это уже использовалась проектом dead star dead star и был так точно такая же карта с большим количеством деревьев здесь тоже огромное количество деревьев это дневное время суток увидите но может быть эти блокпосты взяты и оттуда потому что как я сказал эта карта использовалась проектом dead star не знаю живет у час или нет но если даже эти блокпосты вам не напоминают арму то вот этот блокпост я уверен игрокам проектов арма 3 точно напомнит на одни из точек которые располагаются на федеральной трассе на проектах арма 3 острова алтис вот посмотрите как это выполнено здесь как я сказал все-таки разработчик имеет отношение к проекту арма 3 потому что даже здесь он воссоздал вот такой вот блокпост со шлагбаумами заборами с перегорожденными в перегражденной проезжей частью вот такой вот блокпост существует и здесь в игре gta 5 ну а чтобы сравнить две карты насколько они похожи то ссылочку на проект dead star я оставлю вот в правом верхнем углу ну движемся дальше и здесь еще есть одна интересная штука здесь сделаны искусственные туннели ну видимо на карте очень мало туннелей хотя я думаю что на карте gta 5 хватает туннели но здесь как видите разработчики сделали еще один добавочный туннель больше я не видел но вот этот туннель огромный действительно огромный и я думаю что ну это зря было сделано на самом деле сервер очень и очень нестабильный кстати про нестабильность я говорил и на проекте dead star я говорил что зря нахерачили столько бессмысленных деревьев здесь такое же количество деревьев я уверен что это та же самая карта но на dead star я вот этого туннеля не видел я думаю что его уже добавили вот на этой сборке а по а так вот карта один в один вот видите вот эти огромные деревья их очень много натыркано вся карта забита вот этими деревьями ну и как я сказал сервер очень нестабильный фризит и лагает очень часто ну и ладно покидаем это место движемся в город для того чтобы приобрести какой-то автомобильчик магазинов на проекте огромное количество все они подразделены по ценовым категориям там по каким-то еще категориям ну очень машин и магазинов очень много первым делом я посетил донатный магазин и но вот как он выглядит вы сейчас видите но вот машинки и цены уж извините чему равны эти вот денежки каким там ну какой курс я не знаю ну вот такие вот машинки но и цены вы сейчас видите это донатный магазин еще раз скажу поэтому я за него зашел просто так в общем то просто проезжал мимо ну почему бы не зайти то зашел вообще надо искать конечно же машинку сразу же в каком-нибудь простом магазине в который мы сейчас кстати и отправимся ну а про этот магазин в общем то и сказать нечего ну вот такие машины до машины симпатичные вот такие вот цены единственное что меня смутило это вот правая табличка с показателями до максимальная скорость не указано но есть пункт вес транспорта транспорта кому интересен вес транспорта он зачем нужен но кстати не показан просто написано вес транспорта и все в машинах есть багажник есть взаимодействие с багажником но насколько я понимаю это не работает вообще никак но в дальнейшем мы это увидим да и здесь про багажник ничего не сказано ну ладно на этом магазине наверное хватит передвигаемся в следующий а следующий магазин находится недалеко от этого и в общем то уже так я сказал бы из разряда доступных по визуалу это точно такой же в общем-то дизайн то есть отличие между магазинами нету что люксовый что обычный магазин они все выглядят вот так вот как вы сейчас видите да и оформление все такое же как и там другой вопрос что машинку ну практически невозможно купить так как у магазина есть владелец но владельца надо искать и то есть онлайн небольшой надо бы заходить в prime если хочешь найти ну или как мне посоветовал администратор нужно зайти в дискорд найти там владельца этого магазина с ним списаться заказать ну а так в принципе машины практически ни одной в этом магазине нету потому что владелец ждет когда будет онлайн когда будут заказы купить машину очень сложно на самом деле когда на проекте мало народу и магазин уже скуплено товара там нету поэтому мне понравился вот такой вот фиатик но купить его я так и не смог ну идти в дискорд искать какого-то там человека это не для меня поэтому ну не смог я его в общем купить да и вообще это на сложность не только этого проекта это сложность многих проектов невозможно купить машину из-за того что нету человека в онлайн там смотреть что есть если сейчас пока ничего то по штату но есть арендные тачки есть как ну дорогие так и не очень можно пока временно на них кататься но вообще так нужно заказывать машины потому что народ сейчас мало играет и как бы вернобойщики должны привести ну хозяин салон должен показать машин ну это то я понял да то есть вот в этом александр люкс да вот у него самые доступные принципе тачки да ну да еще нет посмотреть тоже принципе есть недорогие ну да я хочу завладеть каким-то транспортом чтобы уже быть более мобильным чтобы все посмотреть все охватить для того чтобы что-то купить нужно дом это кстати не очень хорошо вот ну как бы то есть транспорт должен где-то стоять у вас оплата парковок нету а вот это самый по работам по рабочим занятиям что посоветуете ну по работе у вас сейчас как бы первого уровня и души ну как бы сварщик и этот газонокосильщик электрик вот этого да 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 то есть там стройки сварщика не знаю там в общем вот если вот делал можно заняться ну дома или даете там в общем-то устроить а так ты еще как бы стрельку там трактора нормально пятый уровень там можно заниматься как дальнобоем так и али для забыть седьмого у нас ну в принципе там все планшете открытие информации есть через а вот я посмотрел еще есть какие-то там сажать кукурузу капусту это сразу доступны тоже да 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 так же то есть нелегальная работа это можно в общем-то сажать начаться вашим уровнем пока еще марихуану можно сажать то есть его культивировать и продавать то есть на карте есть места не отмечены на можно продавать это независимо от уровня я могу сейчас зайдется и беспокойка да конечно это хорошо и так еще давим тоже не помню там стрессе где платит дайвинг обычно он там требует уровня а еще смотрел и за это ресурсы песок вот я видел это тоже можно сделать да 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 то есть но это уже если не ошибаюсь нужно седьмой уровень но ребят, которые этим занимаются говорят, очень выгодно в общем-то делать кирпич и продавать его но это все-таки зависит от уровня пока мне это недоступно пока да, нет, к сожалению ну, пиваться нужно то есть со седьмого уровня и в казино автоматы доступны кстати, колесо фортуны раз в сутки можете крутолуть потому что тачку выпить, но лучше сначала купить дом иначе просто компенсацию за машину дадут ну и вот, друзья такая вот беседа вкратце у меня состояла с администратором на самом деле, только запутал меня человек, я еще раз убедился в том, что администрация на проектах, в общем-то, вам никакой не помощник я уже неоднократно показывал ну, на самом деле, это третий раз когда я показываю, что администратор на самом деле нифига толком-то и не знает мне пришлось купить дом так как на данном проекте существует система каменного века нету дома, нет машины то есть, чтобы купить машину надо купить дом ну, опять обращаемся назад нам дается приличный подъемный как я уже говорил в самом начале на который вы можете себе позволить вот такой вот домик и, в общем-то, с гаражом на три машины ну, и саму машину, естественно вы тоже себе можете позволить поэтому такая вот опять палка о двух концах с одной стороны, система дурацкая с другой стороны, в общем-то, вам дается достаточное количество денег тут вот в доме у меня случился один небольшой казус видимо, когда-то или, может быть, планируется или когда-то был здесь крафт на данный момент это не работает вот такое вот меню этого крафта здесь есть оно включается через телефон ну, оно включается через телефон и вообще никак больше не выключается и что я только не делал что я только не нажимал я даже вышел из дома в надежде, что телепортация отключит это меню но, к сожалению, ничего не произошло так с этой менюшкой перед экраном я и ходил до того момента пока не перезашел это вот все к тому, что проект вот такой вот как я в самом начале сказал он мне понравился он интересный он напичканный мы сейчас еще этого коснемся но он абсолютно нестабильный и с огромным количеством косяков ну, а что касаемо беседы с разработчиками не с разработчиками, извиняюсь а с администратором то он меня только запутал и про то, что здесь можно сажать и вообще по работам только ввел меня в заблуждение ну, мы во всем разберемся самостоятельно давайте продолжать а продолжать мы будем как раз вот на рабочих занятиях этого проекта в самом начале я сказал что за основу данный проект взял сборку Red Edge и, естественно, ее изменил и напичкал в мэрии, в общем-то, список все тех же работ газонокосильщик, сварщик извиняюсь, электрик ну и тому подобное инкассатор, дальнобойщик водитель автобуса все то же самое но некоторые профессии изменены и одна из таких профессий называется сварщик профессию электрика я не нашел но есть профессия сварщик еще одна дополнительная профессия которая там есть в списке это тракторист вот на них-то мы и будем смотреть первым делом зайдем на профессию сварщик выглядит все вот таким вот образом на строительной площадке ну а дальше, конечно же меня постиг дикий ужас хорошо, что поменяли профессию да, редейджевская профессия они уже всем надоели уже приелось огромное количество серверов и проектов взяли эту сборку за основу поэтому уже на газонокосильщиков, электриков водителей автобусов смотреть невозможно и здорово, что добавили что-то новенькое но вот как это выглядит смотрите сами что это за форма? мне дали военный шлем почему-то с белым стеклом какую-то советскую олимпийку и штанишки ну я бы сказал что на сварщика это вообще никак не похоже хотя есть костюмы в ГТАшке даже и придумывать не надо есть костюмы похожие на сварщика ну и сама работа сейчас вы ее видите что здесь напоминает вам сварные работы вот просто скажите мне каким образом вообще это хоть рядом проходило мимо сварных работ я не знаю опять же вот я сейчас показываю в правом верхнем углу то как например на проекте Детнет была сделана профессия сварщика вы сейчас это видите да и то что сделано на этом проекте опять вот как я говорил будет очень много но связанных с этим проектом заменили профессию здорово но как вы ее заменили мало того что триггеры стоят просто ну вот просто где-то они стоят не возле стены не возле какого-то объекта они просто вот они просто где-то стоят и все туда подходит персонаж и начинает соединять видимо какие-то два кабеля при этом одет как идиот вот и называется при этом всем работа сварщика блин ну я не знаю у меня слов нету действительно причем ведь я уже вот показывал только что да уже есть работа сварщика то есть есть скрипты уже все есть для этого просто сделайте что вы сделали хрен он знает почему это называется сварщик я не знаю вот серьезно что это за ужас хрен пойми ну и экономика но она оставляет желать лучшего действительно оставляет желать лучшего потому что зарабатываются здесь ну сущие копейки действительно сущие копейки я даже не стал как я обычно это делаю там рассчитывать сколько надо заработать за какое время я как только увидел вот этот вот идиотизм со шлемом с олимпийкой и когда это назвали сварщиком а тут даже и рядом ничего нету я даже не стал ничего считать я считаю что ну вот это это вообще лучше бы даже ну не добавлять пускай лучше останется старая работа электрика принадлежащая рд и чем вот это вот извините говно ну а по-другому мне это назвать не могу действительно не могу ну и ладно в общем то долго конечно же я здесь задерживаться не собирался потому что ну неприятно на это даже смотреть то это некрасиво сделано некрасиво оформленное вообще визуально это выглядит отвратительно поэтому давайте двигаться дальше а дальше я хотел посмотреть профессию добавленную профессию тракториста но ее разделяет два уровня то есть чтобы работать трактористом нужен третий уровень а у меня естественно был всего лишь нулевой поэтому мне нужно было чем-то позаниматься и здесь есть чем позаниматься и одно из направлений это сбор плодово-овощных культур здесь есть какие-то персики по моему опять же таки отсыл к армии виноград вот куда мы сейчас приехали принцип один и тот же поэтому мы посмотрим только сбор винограда ну и в принципе вот на этом рабочем занятии мне наверное докопаться не до чего есть красивая оформленная зданица видим принадлежащие владельцам данной плантации здесь же рядом стоит и бот который нас трудоустраивает и тут же рядом стоит бот который потом у нас этот весь урожай будет покупать в общем то все сделано компактно и здорово единственное что вот мне не понравилось это то что точки по сбору как вы сейчас можете заметить разбросанные ну хрен знает как на можно было бы составить их в один ряд то есть вот я пособирал здесь до перешел там три метра пособирал три метра пособирал и так прошел через всю лозу потом опять триггер оставить в другом в обратном порядке то есть опять же вдоль лозы я так и буду идти но как это делается в жизнь в жизни же мы не бегаем давайте там оторву гроздь винограда потом побегу метров за 200 там оторву гроздь винограда виноград за собирается вот встал человек на лозу да и вдоль лозы пошел и собирает 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 но можно же было бы вот так же так триггеры эти и расставить один за одним один за одним тем более что здесь есть такие разрывы между лозами вот тут можно было бы их и поставить но к сожалению вот приходится очень много бегать это просто даже и выглядит то не правильно потому что ну так никто не собирает виноград виноград собирается вот вдоль лозы идешь с корзины и собираешь срезаешь его ножницами но бог с ним до анимации до пускаем подбирает их с земли тут уже это как бы вкусовщина но вот разброс точек то зачем такое непонятно поставьте вы эти триггеры просто вдоль одной лозы и пускай человек потихонечку себе пробирается от начала до конца а потом в другую сторону например но здесь сделано вот так ну а в принципе работа как работа хорошо что она есть потому что как я и сказал это redage но redage добавленной то есть в него набили всяких интересных занятий но это вот одно из них остальные занятия показывать не буду потому что они выглядят точно так же мы приезжаем на плантацию то есть персиков там или еще чего-то и точно так же ходим по точкам и собираем а потом то там же на плантации и продаем никуда ехать не надо вот такая вот работа ну и напомню что вот таких вот работ несколько выбирайте на свой вкус и цвет еще есть возможность выращивать самостоятельно растения и их собирать и также продавать вот то о чем рассказывал нам администратор только он все перепутал с уровнями он сказал что это доступно самого начала чем конечно же меня и запутал на проекте есть некий магазин где продаются семена я купил семена кукурузы потому что кукурузное поле прямо через дорогу это удобно для того чтобы просто показать как это выглядит но так как администратор сказал что это доступно самого начала и нелегал если вы помните он сказал тоже доступен самого начала но он ошибся и ничего здесь пока мне было недоступно потому что я купил кукурузу и вот как вы сейчас видите я зашел на поле а мне пишет что нужно с 4 уровня то есть четвертый уровень мне нужен а я еще не могу дождаться третьего чтобы показать вам тракториста вообще я провел на этом проекте огромное количество времени причем впустую я просто тупо афы кашел для того чтобы в конце концов хоть какой-то уровень ко мне пришел вообще вся движуха и более менее интересные движения на этом проекте начинаются с четвертого уровня ну вот хотя бы тоже кукуруза становится вам доступна ну и на третьем становится доступен тракторист поэтому вот так придется очень много афы кашить ну или заниматься вот теми видами работы которые мы уже все знаем это принадлежащие сборки redage ну или вот например работа сварщика которую я показал ну а если эти рабочие специальности вам наскучили и вы не хотите то ну ничего не остается делать как ждать пока у вас докачается до четвертого уровня а лучше даже выше вот как вы сейчас посмотрели наверное работа нелегальная по доставке какой-то наркотик на каких-то наркотиков она вообще шестого уровня тут есть и вообще запредельные уровни но этого мы коснемся чуть позже чтобы дождаться этого хотя бы четвертого уровня что я только не делал где только не было вот кстати сейчас идут заставки чем я занимался проект напичкан всякими интересными штуковинами тут и какие-то развлекательные яхты и какая-то стоит баржа видимо по добыче золота что ли я не знаю есть огромное количество трасс есть трассы для картингов есть трассы для просто гоночные там для мотоциклов трасс огромное количество вообще развлечений на проекте очень и очень много поэтому есть на что посмотреть и я не так много на самом деле афы кашел сколько вот ездил и смотрел эти все объекты но тем не менее все же таки третий уровень у меня открылся и я все-таки поехал смотреть что же за работа тракториста ну надо сказать что она меня слегка разочаровала я конечно видела еще хуже работу трактористов я как-то показывал это где просто точки загорались это на одном поле то на другом поле здесь есть некая такая вот система мы едем по некоторым точкам по одному полю потом по другому полю а потом триггеры гонят нас на какую-то базу и потом опять на это поле опять по двум полям и вот таким вот кругом мы катаемся в принципе не самая плохая работа и у нее даже есть принципе какой-то смысл да если например будет работать человек 5-6 на этом поле то они не будут толкаться потому что триггеры вас уведут на какую-то вот эту вот базу там мы развернемся и по каким-то заковыльцам дорогам опять приедем на это поле в это время другой игрок или другие игроки покатавшись по полю тоже поедут по этому кругу таким образом будет рассосредоточение игроков и не будут толкаться потому что я как-то показывал на одном проекте когда нас было там 6 человек на поле и вот мы там устраивали какие-то просто гонки на выживание потому что очень тесно было там было ограничение в 5 по моему тракторов но даже 5 тракторов было на одном поле слишком много здесь есть такое раз рассосредоточение когда вас триггеры уводят потом опять сюда приводит то есть в этот момент мы не будем мешать друг другу в принципе не самая плохая работа но и вот такого чего-то удивительного я тоже в ней не увидел ну в общем вот так она выглядит а у меня к этому времени уже открылся четвертый уровень и я вернулся в магазин за семенами так как прошлые семена я уже говорил что на проекте все пропадает и у меня естественно все семена пропали я купил новую партию семян и пошел на то же поле сделано вот эта работа очень прикольно мы через меню нажимаем использовать и начинаем сажать рост семян прописан очень быстрый я как-то показывал проект где люди часами сидели и караулили на свои вот эти вот посаженные семена не помню как назывался проект то ли вайс по-моему вайс ну не знаю не помню очень не суть но там часами ребята действительно ждали когда у них прорастет этот вот урожай стояли прямо на поле на машинах и ждали здесь все растет очень быстро причем рост прописан ну достаточно прикольно то есть как бы анимация роста растений есть я успел посадить 4 зерна как первое уже взошло и буквально через минуту я уже собирал урожай сделано прикольно быстро не напряжно то есть вот сейчас вы в этом прямом и как бы эфире видите вот раз и уже выросла прошло буквально минута я вот только посадил последняя как уже первое взошло ну и вот вы сейчас видите подходим нажимаем букву е забираем 1 выросла уже и следующее собирается и растет все очень быстро придумано прикольно но тут есть одна заковырочка которая меня немножко вывела из себя даже можно сказать наверное так мало того что я почти два дня ждал этого сраного четвертого уровня чтобы посмотреть как это выполнено но и показать вам собрал этот урожай и поехал его продавать и что же меня ждало на точке продажи ожидала меня вот это продавать товар можно с 6 уровня то есть покупать я могу с первого уровня сажать с 4 а продать только с 6 кому пришло это в голову вообще вот зачем мне этим заниматься если я не могу продать как так мощно вот и у меня действительно нет слов у меня лбу я теряю меня бомбило невозможно как как можно было так придумать с четвертого уровня ты можешь сажать и собирать но продавать только через два уровня после того как у тебя будет 6 уровень то есть а с моим онлайном это значит через полгода зачем это для кого сделано зачем вы испортили хорошее занятие люди могли бы заниматься достигшие четвертого уровня но нет надо все испортить и продавать вы можете после шестого уровня то есть ну то есть это занятие вообще ни к чему вот ну никто не будет заниматься этим зачем сажать и собирать урожай если ты его продать не можешь кому это пришло в голову зачем как как вообще складывается мысли у человека давайте разрешим сажать и собирать с четвертого уровня а продавать пускай шестого а чё не с двадцатого ну а чё не с двадцатого то давайте уж не останавливайтесь пускай продажа будет с двадцатого и только 50 процентов можно продавать а вот на двадцать восьмом уровне уже тогда все остальное бред сумасшедшего честное слово вот надо же так испортить хорошее интересное занятие но вот что самое смешное что проект на этом не остановился как бы чудеса начали продолжаться и дальше и так как у меня уже был четвертый уровень я решил что можем позаниматься и нелегалом еще кстати тому же что говорил администратор да что и нелегал тоже доступен самого начала нифига не самого начала он только с четвертого уровня выглядит сбор нелегала вот таким вот образом нам опять дают повязку на лоб ходим по акустиком собираем их но тут еще одна загвоздочка тоже такая интересная в мне в инвентарь помещается всего 20 листьев коки 20 листьев все больше мне не собрать если посмотреть на инвентарь то на персонажики нарисован рюкзачок и казалось бы вот она отгадка я объехал все магазины простые магазины сейчас вы это все видите вот я ходил и искал где взять рюкзак он нарисован значит он должен быть я объехал все магазины магазина одежда они здесь называются секонд-хенды универмаг тот же объехал в простой магазин заглянул зашел даже на черный рынок к торгашу габарыги нигде рюкзаков нету их просто нету нигде ну извините я в бургерную не заглядывал может быть они в бургерной продаются вот туда я не заглянул в закусочную они здесь называются на проекте закусочная я пробовал ковырять машину помимо того что не работает анимация когда мы нажимаем через меню открыть или закрыть капот багажник анимация не работает и багажник сам тоже не работает но никак вот он не работает туда ничего нельзя положить я не зря говорил когда показывал магазин что нету даже надписи про багажник ничего не сказано есть вес машины зачем-то да есть максимальная скорость которая нигде не прописана а про багажник ничего не сказано но багажник есть есть взаимодействие с багажником но в него ничего положить нельзя вот это сейчас вы увидите так как мне заниматься кокаином этим или как они там листья коки что это такое если мне в инвентарь помещается всего 20 я не понимаю но это как так а ведь проект уже месяц существует в онлайне месяц неужели за это время никто не ну не дошел до этого или там вот как я говорил да что администрация это в основном никогда вам не помощник они не занимаются этим они не они бегают и по проекту катаются на админских машинах и никто толком ни хрена не знает и ну вот такой вот очень проект как я и говорил да он напичкан всякими интересными занятиями несмотря на то что это редержевская сборка здесь до хрена всяких занятий но они все кривые вот все кривые куда не сунься вроде бы сделали интересно расширили механики игровые но они все вот такие вот кривые чем бы я не пошел заниматься ни хрена у меня не получается ну естественно что нервы мои сдали я покинул этот проект но я все равно останусь при том мнение которое озвучил самом начале этого ролика проект неплохой и даже скорее всего лучший из редержевских клоновых сборок просто мне кажется что автору данной сборки данного проекта нужно больше уделять внимание не карте не насаждением не вот этим вот мифическим добавленным туннелем баржам и каким-то яхтом а вот именно игровым механиком именно процессу продвижения персонажа игрока чтобы игроку было интересно чтобы он не скучал чтобы он не сидел и не ждал часами какого-то мифического уровня а было у него какое-то занятие надо посвятить больше времени именно вот этому настройки экономику экономики настройки пошаговости уровней доступности рабочих занятий каждому уровню и чтобы уровни совпадали с интересом игрока если кому-то интересно например работать там водителем чтобы это было доступно ну в общем надо этому уделить больше внимания и проекта мне кажется заиграет совсем другими красками потому что ну на данный момент вот я показал то что я увидел и вот эта покупка дома тоже такое себе да тут дается денег и как бы но опять же такие если предположить что суда например придет там ну 200 человек до игроков дешевые дома закончатся и вот это вот пособие которое дается она в общем то уже не будет играть такого положительной роли как например сыграл со мной когда онлайн небольшой и я легко нашел себе дешевый дом но когда будет человек 200 дешевые дома будут скуплены это пособие уже особо-то и не поможет поэтому над этим всем надо поиграть и посидеть подумать и делать первым делом то чтобы игрок зашел сюда и чувствовал себя здесь уверенно и ему было здесь интересно но на данный момент здесь приходится часами ждать открытия каких-то мифических уровней а в результате еще и получив эти уровни ты ничем заниматься толком и не можешь потому что то одно не работает то не хватает инвентаря то не хватает уровня то почему то можно сажать на четвертом уровне а продавать только на шестом ну конечно же чушь а уж я еще не буду показывать тут есть добыча песка карьера в карьере можно добывать там руду руду трех видов но перерабатывать эту руду вы сможете только с 15 уровня с 15 а добывать можете уже на четвертом ну это же чушь это чушь полнейшая 15 уровень это вообще запрет я не на одном проекте вообще не видел 15 уровня 7 был максимально до которого я докачивался но 15 15 уровень это уже что-то запредельное а основная там более менее интересная работа вот по добыче именно вот этих вот ископаемых и потом из этого делать кирпич и продавать этот кирпич она доступна как раз таки на 15 уровне но кто доживет до этого момента я не знаю вот говорят что здесь кто-то есть но я уверен что вот докачался до 15 уровня по честному ну бог его знает я конечно же как говорится свечку не держал но вряд ли вот вряд ли кто-то по честному докачался до 15 уровня надо поработать вот над этим не надо такое количество уровня надо быстрее чтобы игрок начинал заниматься максимальным количеством возможных механик которые вы предоставляете не дожидаясь вот этих вот мифических там 15 уровней в общем еще расскажу что проект на мой взгляд наиболее интересные среди редейджер ских сборок потому что очень много всего интересного добавлено но к сожалению вот с пошаговостью по уровням и с доступностью рабочих занятий полный косяк здесь ну я показал то что я показал я показал то что я здесь увидел с чем столкнулся в общем вот такой вот у меня получился обзор данного проекта если кому-то интересно понравилось хотите посмотреть на новую карту с новыми добавленными архитектурами рельефами лесными насаждениями трассами добавленными рабочими занятиями заходите пробуйте играйте пишите автору заходите в группу контакте или в дискорд который я кстати так и не нашел но кто ищет тот найдет как говорится ладно на этом будем заканчивать спасибо всем кто посмотрел играйте получайте удовольствие ну и всего вам доброго а а и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok